Сколиоз это искривление позвоночника. С ним надо бороться, конечно, до пубертатного периода. То есть из сколиоза у взрослого человека вырастает остеохондроз. И это вызывает асимметричные боли в спине. Лично только пояси. Позвоночник надо растягивать. Здравствуйте! Сегодня тема сколиоз позвоночника. Если вам эта тема интересна, ставьте лайки, и я буду отвечать на те вопросы, которые вас интересуют. Итак, Мария, что у нас? Какие вопросы основные? Что такое сколиоз? И в каком возрасте он возникает? И какие основные причины? Сколиоз это искривление позвоночника, возникающее при взрослении человека, ребенка, мальчика или девушки. Когда у него мышечная ткань отстает от костной, костная растет сама по себе, а мышцы отстают. Ребенок не занимается физкультурой, специальным упражнением. И в таком случае мышцы перекручивают в С, в правую сторону, в левую сторону, С-образный сколиоз. Это первичный сколиоз. С ним надо бороться, конечно, до пубертатного периода, когда ребенок еще сырой, когда его позвоночник как пластилин. И это искривление можно выровнять по оси. Если позвоночник упущен, это чаще всего бывает, приходят, приводят ребенка в 16-17 лет, говорят, у нас сколиоз. Ну, там степень 1, 2, 3, 4 не столь важна, потому что считаю, что с 3, 4 нужно оперировать. Я категорически пройти к операции по выправлению оси позвоночника, потому что вижу отдаленные результаты. С одной стороны, возникание боли и разваливаются все эти вправленные импланты, а с другой стороны, не решается главная проблема. Имплантирование позвоночника, вставляет металлоконструкцию, они создают новые боли уже после операции, которые не устраняются ничем, даже обезборочным препаратом. И главное, все это бессмысленно и вредно. Есть кипосколиоз, это сутулость, это называется нарушение осанки, болезнь Шерман-Мау, когда искривленная, очень сутулость спина вызывает боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, даже в пояснично-грудном отделе позвоночника. И онтологический сколиоз, это когда при остеохондрозе, остеохондроз это фактически прототип сколиоза, то есть из сколиоза у взрослого человека вырастает остеохондроз. Остеохондроз это старение позвоночника, он начинает изнашиваться, появляются так называемые протрузии, грыжи, на них невропатологи почему-то ссылаются, связываясь с болями, хотя никакого прямого отношения к болям протрузии и грыжи не имеет, но это другая тема. Сколиоз, искривление. Если вовремя, в пубертатном периоде, допубертатном периоде не устранить эти искривления у человека, то у него фиксируется искривление. И это вызывает асимметричные боли в спине. Которые носят такой упорный характер. Есть ортопеды, которые у детей замечают сколиозы и назначают им корсеты. Вреднее для взрослущего ребенка ничего придумать нельзя. С корсеты стягивает позвоночник, им кажется, что оно держит мышцы спины, формирует. На самом деле корсеты способствуют атрофии мышц и необратимым изменениям позвоночника. На сколиоз влияет стопа, спина, живот, руки. Поэтому работать со сколиозом достаточно сложная тема. Расскажите, пожалуйста, про связь сколиозы и остеохондроза и вообще про старение позвоночника. Как это происходит? Хороший вопрос, потому что об этом практически никто не говорит. Все считают, что остеохондроз это что-то отдельное. Грыжа отдельно, протрузия отдельно, сколиозы отдельно. Это масло-масло. На самом деле все это одно и то же. Когда ребенок плохо растет, ну, недостаточно правильно выполняет гимнастику. Хотя сколиозы я встречаю у художественных гимнастиков, занимающихся балетом. Потому что у них очень много статических поз. И нет хорошей ОФП, общей физической подготовки. То есть тренеры особо не обращают внимания на физику, они обращают внимания на тренировку. И поэтому упускают какие-то моменты, асимметричных нагрузок много. И вообще сколиоз на будущее я могу сказать, что асимметричными упражнениями не лечится. Это ошибка. Лечится только по оси, позвоночник надо растягивать. И поэтому если вовремя не устранить сколиоз у ребенка, условно до 12 лет, он постепенно переходит в остеохондроз. Вот о костях, кондротых речей. То есть позвоночник начинает быть неподвижным. И стареть. Стареть это у него начинается теряться эластичность, сила, подвижность позвоночника. Там три отдела шейно-грудной, пояснище. С каждым из них надо работать отдельно и вместе. И поэтому смотрим так же, как вот всевозможные артрозы. Обрастание позвонка всякого рода остеохидами. Модное слово, но к боли оно не имеет отношения. Поэтому остеохондроз позвоночника есть у всех после 22 лет. В какой-то форме или нет. Это связано с болевыми синдромами. Если ребенок занимается гимнастикой, уже не ребенок, юноша, девушка, то фактически он может избежать остеохондроза. Никаких изменений на рентгеновском снимке быть не можно. Но у нас сейчас как-то забыли остеохондроз, хотя это действительно болезнь века. Она касается буквально 80% живущих людей. Потому что обращайте внимание на все, что угодно. На корсеты, на стельки, на какие-то там уколы, на блокады, на лекарства. Но не на упражнения. А это костно-мышечная структура. То есть искривление костей, позвонки это кости, хрящи это промежутки между костями, может производиться исключительно через мышцы. То есть упражнения. Какие, как, сколько решается в каждом случае отдельно. А вот вы какие упражнения посоветуете при сколиозе и при астахондрозе, если уж они возникли? Я всегда рекомендую две формы упражнений. Упражнений без тренажеров, допустим, в домашних условиях. Это в зависимости от физических показателей человека. Первое, допустим, то, что запрещают невропатологи и ортопеды, это виси на турнике поднимать, опускать ноги. Полусклепка называется. То есть опускание, поднимание ног. Это растягивает позвоночник, укупляет мышцы и не наносит ущерба позвонкам сустава. А у них, считаешь, надо его держать в каком-то статическом положении. Это если упражнение делать ежедневно, хотя бы 10-20, для очень подготовленных человека в день. Как правило, это легкие ребята могут делать, мальчики, девочки. Взрослому человеку тяжело поднимать ноги. И поэтому замена этому упражнению, полусклепка, поднятие прямых ног к турнику, конечно, может предложить плуг. Это упражнение лежа на спине на полу, постепенно опускание ног за голову. Желательно, ноги были прямые. Это растягивание позвонков, это растягивание таза и частично растягивание ног. И самое главное, имейте в виду, что сколиоз – это слабые ноги и слабые руки. Потому что мышцы спины всегда сильнее у человека. Поэтому после любых упражнений, связанных с укреплением и растяжением позвоночника, необходимо заниматься стрейчингом или растяжкой мышц ног нижних конечностей. У йогов есть такие упражнения – треугольник. Это стоя вертикально, повернуться к левой ноге, не сгибая колено, медленно опуститься, коснуться пальцами, потом ладонями пола, постоять в этой позиции. Потом выпрямляешься, и то же самое к другой ноге. И потом уже между ног, взявшись за пятки, стараясь засунуть голову между ног. Такой акробатический трюк. Но его можно сделать любой человек, с любой физической формы, только лучше или хуже. Но выполняя регулярно, постепенно восстанавливается эластичность позвоночника, эластичность ног, которая теряется у людей с остеохондрозом и с позвоночником. Просто делать упражнения какие-то, махать руками, ногами, заниматься боксом – это не является профилактикой сколиоза и остеохондроза. Остеохондроз – это прежде всего хондроз, это жесткость, потеря эластичности мышц. И вот эластичность – это главный козырь всей восточной гимнастики. Они всегда сидят за подвижностью суставов и эластичностью мышц в туловище. А на тренажерах какие упражнения можете посоветовать? Ну, если вы приходите в Центр Булновского, конечно, вам дадут тренажеры разного плана. Я бы сказал, два главных, без которых нельзя, и которые всегда запрещают невропатологи и ортопеды. Я хочу сказать, не то что камень в их благород, запретить может только тот специалист, который этим занимается сам. Если ты не занимаешься на тренажерах, как ты можешь запретить? Так вот, жим ногами, как ни парадоксально, под углом 60 градусов, выравнивает таз, и позвоночник становится очень хорошим, прямым. И связает боли, он выравнивает все тело. Жим ногами не больше, в общем-то, своего веса тела. То есть, я вешу 100 килограммов, я должен 100 килограммов вжать раз в 50. И второе, после этого, растяжение спины с помощью нижней тяги, называется еще гребля, упражнение такое на базовых, серьезных тренажерах, мы создаем условия растяжения позвоночника. И действительно, я лично это упражнение делаю ежедневно, у меня ощущение, что всегда вырастаю после этого упражнения где-то до 3-5 сантиметров. Пусть это в конце дня падает, но это конкретное растяжение. Ну, а в нашем центре, в центре Бубновского, мы используем МТБ для детей. Это шикарная программа декомпрессионных антигравитационных тренажеров, когда ноги вверху, голова внизу, ребенок крутится вверх, восстанавливается его координация, гибкость, устраняются страхи и боли. Но в любом случае, любое заболевание необходимо рассматривать индивидуально. Форм сколиозов много. И, приходя в центр Бубновского, у каждого из вас будет подобрана та программа, которая наиболее рациональна для вас, которую вы способны выполнить. И после этих уроков и занятий вы сможете эти упражнения выполнять в любом тренажерном зале. Если вас эта тема интересует, ставьте лайки. С вами был доктор Бубновский. Все ваши вопросы пишите в комментариях. Ждем вас в центре Бубновского. Продолжение следует...